Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу поделиться с вами ещё одной радостью. Это неделя подарков. Я получила сегодня многострадальную посылку от Наташи Котельниковой. Наташа Котельникова – это блогер, которая имеет свой канал, и она вяжет ирландское кружево. И вот этот элемент, который вы видите перед собой, связан Наташей. Кто не знает, кто такая Наташа, хотя я сомневаюсь, что кто-то не знает, но всё же. Я оставлю под этим видео ссылочку на её канал. И сейчас в правом верхнем углу появится тоже ссылочка. Можете перейти по ней. Ну, а я расскажу вам немножко об этой посылке и об этом кружеве. Наташа два раза отправляла эту посылку. Первый раз посылка пришла в Германию на таможню и пропала. В общем, ни слуху, ни духу пришлось Наташе ставить антрак, чтобы найти эту посылку. Посылку вернули в Россию. Затем Наташа отправила её второй раз. И вот, посмотрите, наконец-то, наконец-то, после долгих происков почты, я так думаю, что немецкой, я получила посылку. Ну и вы можете представить себе мою радость, когда я её наконец-то получила. И посмотрите, какое чудо здесь лежит. Это что-то невероятное. Я, конечно, видела на экране работы Наташи то, что она вяжет. Но вживую, вживую, ребята, это... Я не знаю, как может человек сделать такое. Это до такой степени тонкая работа. Вот сеточка, видите, нерегулярная сеточка, которая связана между элементами. Здесь ниточки тонюсенькие-притонюсенькие. Вот представьте, чтобы их связать крючком, и получилась такая тоненькая сеточка, какой толщины должны быть ниточки? Чуть ли не такие вот, которыми мы шьём на машине. Но это же невозможно! Это невероятно просто вязать такими ниточками. Посмотрите, здесь такие вот выпуклые элементы, которые висят. Это как бы 3D. Вот такие вот цветочки, колокольчики. Я, конечно, покажу это всё поближе, а сейчас немножко расскажу, что это и как. Этот элемент я получила от Наташи в подарок. Наташа как-то чисто случайно попала на мой канал и увидела мои сумочки, которые я шью. Ей очень понравилось. И она захотела сделать мне подарок в виде вязаного элемента, который я могла бы использовать при пошибе сумочки. То есть ей было интересно, как я его обыграю. Ой, ребята, ну я даже не знаю, для сумочки ли это. У меня такое впечатление, что я возьму, сделаю рамочку сейчас красивую и заключу эту работу в рамочку. Ну, это просто чудо! Я вот рассматриваю всё и не верю своим глазам. Ой, это такая красота! Посмотрите! Ой, тут все эти элементы, они как бы 3D, живые. Знаете, лепесточки отгинаются, всё это отгинается. Посмотрите, какой шнур-бурдон. Здесь даже не видно, что он связан из ниточек. Такое впечатление, вот как будто это что-то одно целое. И сами петельки вот на цветочках, вот на этих элементах, вот на листочках до такой степени мелкие, что их почти невозможно различить. Это, это что-то! Боже мой, какая красота! Обалдеть, обалдеть! И очень мне понравилась идея Наташи. Вот видите, вокруг элемента связана как бы рамочка с кружевами. Но это не просто рамочка. То есть Наташа продумала, как можно пришить к сумке это кружево, чтобы было незаметно. Если вот я отогну вот этот вот краешек, видите, здесь есть такой ранд. Я по этому ранду могу пришить этот элемент к сумке, и затем кружево отгинается, и ничего не видно. Ой, ну работа, конечно, обалденная. Честно говоря, страшно трогать руками. Посмотрите, какие тычиночки тут. Ой, это что-то! Ой, это такая красота! Невероятно! Наташа прислала мне еще вот такую вот карту с Новым Годом. Очень красивая. С поздравлением! Ой, спасибо, Наташа! Спасибо большое! Я, конечно, извиняюсь за нашу почту, за то, что пришлось так долго помучиться, чтобы отправить подарок. Это называется, ребята, человек решил сделать доброе дело, сделать подарок. И можно сказать, что наша почта издевалась над ним. Стыдно! Стыдно, конечно, стыдно мне за нашу почту. Ой, ну невероятно! Давайте я вам теперь покажу, наверное, элементы поближе. Возьмем вот цветочек. Я специально положила однотонную ткань, чтобы было видно. Посмотрите, колокольчики, они объемные, то есть они как живые. Лепесточки. Вот хвостик сам. И они прикрепляются вот к бурдончикам, к этим кружевам, к сеточке. Вот видите, тут такие элементы, вот они объемные, они как живые. Невероятно! Посмотрите! Ой, ой! Ой! Это что-то невероятное! Посмотрите! Давайте я возьму вот эту вот штучку опять и покажу вам вот так поближе. Посмотрите, какие тычиночки! И они выходят вот из внутренней части цветочка. Здесь не видно ни одного шовчика, ничего. Абсолютно! Это волшебные руки! Ой, бесподобно! Бесподобно! Я, конечно, тоже научилась вязать крючком благодаря Наташе. Но я должна сказать, у меня вот эта сеточка не получается. Ну и, конечно, вот так мелко, так идеально я вязать не могу. Поэтому я приспособилась вязать вот по Наташиным мастер-классам в технике фриформ. То есть я постараюсь вставить в конце видео фотографии того, что я связала по мастер-классам Наташи. Вы посмотрите. То есть Наташа, она дает уроки, то есть она показывает, как она вяжет все эти элементы. Ребята, ну, я не знаю, ну только глухой и слепой не поймет, как. Вот каждую петельку она показывает, как она обвязывает, как все это делается. Было время, когда я вот занималась фриформом, вы не поверите, я вот с утра вставала, и до поздней ночи, и я сидела только за компьютером, я вот смотрела, как Наташа вяжет, я слушала, и я вязала вместе с ней. Я ночевала и дневала на канале Наташи, потому что у человека дар, дар объяснять. Ну, как я уже сказала, я никогда в жизни не держала в руках крючок, и вдруг я начала вязать крючком. Ой, честь и хвала, Наташа. Спасибо огромное, огромное спасибо. Я, конечно, теперь гордая обладательница такой красоты, ручной работы Наташи Котельниковой. Это, это что-то! Ой, ой, ну я теперь дня два-три буду сидеть и любоваться. Дорогие друзья, я с вами буду сейчас прощаться. Я думаю, что вам надоело слушать мои охи и ахи. Я сделаю сейчас фотографии с этой работы, бесподобной работы, и вставлю в конце видео. Рассмотрите всё это, пожалуйста. Ну, это стоит того. Это такое чудо, ну, невероятно. Это невозможно создать такое руками. Переходите, пожалуйста, по ссылочке на канал Наташи, посмотрите, какие чудеса она творит. Ну, я уверена на сто процентов, что большинство моих зрителей знают Наташу, знают её работы. И я очень благодарна Наташе за то, что она так много даёт своим зрителям. То есть Наташа даёт бесплатные мастер-классы, уроки. У неё там вебинары, семинары, она ездит на встречи. То есть человек отдаёт свою душу полностью своему любимому делу. И это, конечно, вдохновляет. Хотя я и не вяжу ирландское кружево, не умею вязать сеточку, но я охотно вяжу элементы, которые показывает Наташа, и использую их в своих изделиях. Как-нибудь вам покажу. Так, ну, а сейчас я действительно прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее. Ну, а теперь пока! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»